Так, сегодня мы гуляем по реке Вику, и вот это вот одна из главных церквей в городе, которых не так много. И, ну, внутри там ничего особо интересного, а вот если вы подниметесь на смотровую площадку, там красивый вид открывается на город. Горы и всё такое. Вот это вот центральные улицы, ну, архитектура такая, достаточно скромная по сравнению со всей другой Европой. И вот сегодня как раз-таки солнечный день, но это бывает крайне редко. Вот мы гуляем по каким-то центральным кварталам, и здесь очень много домов с граффити. Они, да, вообще всё изрисовано, как вот здесь, да. Но ещё очень много красивых действительно рисунков, но я их почему-то не снимала. То есть вот то, что сейчас здесь видите, это, конечно, не те граффити, которые нужно было мне снимать, но я что-то забыла включить камеру. А вот там можно увидеть немножко воды. Это, в общем, залив, ну, открытый, в принципе, океан. Уже начинается очень красивая набережная. Да, вот это вот самый, наверное, центр города, где полно туристов. И очень движение такое насыщенное для центра города. Хотя, ну, просто сравнивая, опять-таки, с другими странами, привыкли, что в каком-то центре и не так много машин в Европе. А здесь очень так насыщенно, да. Вот очень красиво открывается вид, опять-таки, на воду. Так вот, в общем, мы пришли на набережную. Очень красивый вид на горы, на их... Они их почему-то называют фьордами ещё. Ну, видимо, это какие-то особенные исландские именно фьорды, да. Туристов вообще было немного, что удивительно. Ну, так, достаточно прохладно. И очень красивый закат, что меня поразило. Я такого, в принципе, никогда не знала. Я привыкла, что закат, он обычно там в шесть, в семь вечера. А здесь закат в одиннадцать-тридцать вечера. То есть уже почти ночь. Да, всё ещё светло. Но у них тут полярный день как бы уже начался. Поэтому, наверное, ещё вот так вот. Да, мы вот продолжали гулять по этим центральным улицам. И здесь, опять-таки, я незаметна, но я говорила уже, что очень насыщенные движения. Ну, может быть, потому что сейчас уже одиннадцать-тридцать вечера. А когда мы гуляли ранее, здесь, честно говоря, даже было когда опасно ходить, потому что люди вообще не пропускали никого. Я имею в виду водители. Перейти через дорогу было невозможно, что для меня стало удивительно. Потому что в Исландии сложилось, в общем, такое впечатление, что в Исландии всё очень так чинно, благородно, по правилам очень всё уважительно и так далее. Но, видимо, это туристы, водители виноваты были. Так, вот это вот мы днём гуляем. И ещё раз покажу архитектуру. Всё очень такая скромная. Ей домики. Ну, достаточно спальный какой-то район, кажется. Хотя это вот тоже самый центр города. Всё аккуратно, но как-то скучно, что ли. Нет такого разнообразия, нет каких-то интересных архитектурных композиций. И всё такое достаточно очень демократичное, что ли. А с исландцами, может быть, это ещё зависит от геолокации. Видимо, всё равно северный народ это чувствуется и в архитектуре, и в менталитете. То есть они достаточно себя так холодно ведут со всеми, достаточно лаконично отвечают. То есть нет в них какой-то такой присущей европейцам, может быть, эмоциональности и так далее. Они не грубые, ничего, но, опять-таки, достаточно скрытные. И я тут заходила в один магазин, очень красивый. Там продавались, в общем, камеры всякие, фотографии исландские и так далее. И он был просто потрясающий, вот оформлен он, потрясающий был. Там были всякие коллекционные фотоаппараты и так далее. Очень красивое всё композиционно было, то есть фотографии. Ну, в общем, для меня это было интересно. И я начала расспрашивать продавца в всяких там деталях, а вот как было сделано, а кто вот фотографы и так далее. Но вот после там третьего буквально вопроса я поняла, что это гиблое дело, он отвечать ни на что не хочет. И вообще разговаривать со мной тоже просто какими-то досложными ответами изъяснялся и ничего особого по делу так и не сказал. И было очень даже как-то грустно от этого, потому что, ну, блин, столько можешь о своём магазине рассказать интересного.